Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня вторник, 17 ноября. Вы смотрите новости на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. Одной из самых важных макроэкономических публикаций на этой неделе станет отчет с данными по индексу потребительских цен в Великобритании. Предоставленный расчет темпа роста цен поможет спрогнозировать дальнейшие перспективы британской экономики. Кроме того, станет известно и об инфляции в Соединенных Штатах. Первыми представили информацию эксперты Национального бюро статистики Соединенного Королевства, так сказать, открыли марафон. Стоит отметить, что эти показатели вышли вполне удовлетворительными, совпадая с прогнозами аналитиков. Так, показатель индекса потребительских цен с учетом сезонных колебаний остался в октябре неизменным. В годовом выражении инфляция остается в зоне отрицательных значений на уровне минус 0,1%. В месячном выражении произошел рост на 0,1. Вышедшие данные полностью оправдали ожидания рынка. Помимо этого, трейдеры изучали отчеты со следующими показателями. Базовый индекс потребительских цен за прошлый месяц вырос на 0,3%. В годовом исчислении данный показатель вырос на 1,1%, в то время как ожидался рост лишь на 1%. Индекс закупочных цен в прошлом месяце вырос на 0,2%. Не превзошел ожиданий показатель по закупочным ценам в годовом исчислении, где при прогнозе в минус 12% индекс упал на 12,1%. К числу ключевых событий, который на этой неделе ждет валютный рынок, относится и сегодняшняя публикация данных по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах. Ожидаемый отчет может стать импульсом для дальнейшего движения пары британский фунт-американский доллар. А пока пара фунт-доллар остается под давлением продавцов. Котировка не может найти сил для прорыва выше отметки 1,5210. После атак в Париже инвесторы не желают рисковать покупкой валют.